Музыка 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 Артемьев, Александр Артемьев Мы с вами пройдем длинный путь от восточного побережья Бразилии Мы пересечем Атлантический океан к Северной Африке Далее через Средиземное море мы увидим Италию Познакомимся с Турцией и с прекрасным городом Стамбул И далее мы переходим в Крым, где слово берут наши космонавты С борта Международной космической станции они будут рассказывать о регионах России От Крыма мы перейдем через Ростовскую область, Северный Кавказ, в Нижнее Поволжье И далее мы проследуем городам Южного Урала Где расскажем о экологических проблемах городов И завершим свой урок в горах Алтая Этот телемост, это наша презентация уникального образовательного проекта Уроки географии с орбитальной высоты Над которым совместно работает Казанский федеральный университет Ракетно-космическая корпорация «Энергия» И в Некоролево институт географии Российской академии наук Репортаж с борта будут вести Антон Николаевич Каплеров и Олег Германович Артемьев Цель проекта помочь школьникам, студентам, преподавателям увидеть Землю Так как она выглядит из космоса, расширить свое видение нашей планеты И этот образовательный продукт, этот проект «Уроки географии с орбитальной высоты» Должен стать важным подспорьем для преподавателей, для учеников школ, для студентов Которые позволят повысить эффективность занятий по географии И привести интерес к этому предмету Глубже узнать, изучить проблемы развития географической среды Которые сейчас достаточно изучены наукой «Уроки географии с орбитальной высоты» Этот проект, который открыт для всех пользователей И материалы по этому проекту, уроки будут доступны в интернете Планируется создание образовательного интернет-портала Где каждый пользователь, вне зависимости от возраста, от уровня образования Будь он школьником, студентом или преподавателем Получит материал для того, чтобы глубже изучить основы географии Мы в рамках этого проекта позволим представить наглядную демонстрацию Состояния земной поверхности, динамики отдельных природных и социально-экономических систем Так как проект «Ураган» стартовал с 2001 года и за 16 лет Накопил огромное количество снимков, свыше 500 тысяч В том числе и последовательных снимков отдельных участков земной поверхности за целый ряд лет Это позволяет нам лучше изучить пространство-временные связи между природными явлениями и хозяйственной деятельностью В настоящее время готовы 4 блока, 4 раздела этого большого проекта Всего мы планируем создать 20 уроков, 20 разделов, которые будут охватывать все основные темы школьных и вузовских курсов Физической географии, экономической и социальной географии Здесь они представлены на экране Ядром разработки этого проекта является научно-исследовательская лаборатория Космического управления развитием территории Которая входит в состав Института управления экономики и финансов нашего университета И является частью стратегической академической единицы «Астровызов» Мы в рамках этой лаборатории планируем развивать этот проект И сотрудниками этой лаборатории являются ученые и преподаватели Казанского федерального университета Других вузов и организаций нашей республики А также сотрудники Российской космической корпорации «Энергия» И Института географии Российской академии наук Этот коллектив дружно работает над проектом уроки географии с орбитальной высоты И надеется в ближайшие годы завершить этот проект созданием всероссийского интернет-портала Который будет содержать образовательные ресурсы Каждый раздел, каждый урок – это итог работы большого коллектива ученых и преподавателей И он содержит текстовую часть, которая написана ведущими учеными нашей страны А также огромное количество космических снимков, фотографий и перспективе видеофильмов, которые поясняют содержание Раздел «Урок» содержит от 150 до 200 снимков, которые целенаправленно собирались нашими космонавтами Впервые для этого проекта подготовлена особая база учебных снимков, поясняющих содержание, развивающих представление наших учеников и учителей о нашей прекрасной планете, о Земле В основе проекта, как вы видите, огромный фонд космических снимков, который получен в течение 16 лет Это и перспективные обзорные фотоизображения, и детальные фрагменты, которые дают возможность увидеть земную поверхность глазами космонавта Космические снимки, которые мы получаем, отличаются очень высоким качеством Они детализированы Мы можем работать и на низком разрешении, изучая огромные площади поверхности Земли И на высоком разрешении, до 2 метров, когда мы детально видим отдельные фрагменты поверхности Земли и океана В основе создания уроков лежит проект географического мониторинга с борта Международной космической станции Космический эксперимент урагана, которым подробнее расскажет из Крыма нам Лев Васильевич Дессинов В рамках этого проекта проводится исследование географической среды Земли Изучаются природные ресурсы, изучаются проблемы прогнозирования природных, техногенных катастроф И этот проект выполняется совместно Российской космической корпорацией Энергии, Институтом географии, Российской академии наук Он состоит из трех частей Фотоспектральная видеосъемка, фотосъемка земной поверхности Благодарю Вас за внимание Спасибо Желаю Вам успехов в этом уроке Сейчас Все, спасибо Сейчас мы ждем в режиме ожидания Вот Артек закончил разминку Можно за них порадоваться, им поаплодировать Спасибо Заканчиваем Приступаем Уважаемые участники лагеря Хрустальной в Артеке Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели Казанского федерального университета Сегодня у нас очень интересное событие Мы ведем урок географии с орбитальной высоты То есть у нас на прямой связи появится борт Два космонавта Мы будем сначала мы, а потом они Рассказывать о том, как изучается Земля с борта международной пилотируемой станции МКС На нашей площадке, в Артеке, есть два ведущих Вот так уж случилось, что первый ведущий я Меня зовут Десинов Лев Васильевич Я работаю в Институте географии Российской академии наук И являюсь научным руководителем программы мониторинга Земли из космоса Мне помогает София Кудякова Она является старшим преподавателем Московского педагогического государственного университета Она активный участник этой программы И мы вместе проведем это занятие Теперь я передаю слово нашим казанским коллегам Для представления казанской площадки Пожалуйста Спасибо, спасибо, добрый день Мы тоже рады приветствовать Напоминаю, что в нашей студии сегодня здесь собрались преподаватели, студенты, школьники Казани Преподаватели студента Казанского федерального университета, конечно же И помогать сегодня ввести этот видеомозг нам будет большая группа профессионалов В первую очередь хочу представить проректора Казанского федерального университета Наиль Фаик Чакашапова Профессора заведующего кафедрой географии и картографии Казанского федерального университета Михаила Валентиновича Панасюк Доцента КФУ Ирину Григорьевну Мальганову И доцента Казанского федерального университета Ирину Михайловну Пудовик А также научного сотрудника института географии Российской академии наук Александра Сергеевича Добриненского Значит, это наши сегодняшние соведущие моста Которые будут помогать нам разобраться в том, что происходит Артек, мы вас слушаем Начинаем наш урок Вначале я расскажу вам о том, что из себя представляет программа изучения Земли из космоса на пилотируемом объекте И дам некоторую информацию, как мы работаем Итак, Международная космическая станция Она имеет достаточно большие размеры сегодня Это объект длиной 108 метров Так, чтобы представить себе, что это такое Его можно положить в чашу лужников в стадионе в Москве Или, скажем, в Казани, в самый большой университет Она там аккуратно вот так вот ляжет Это вот наша МКС МКС летает уже 20 лет И все началось с того, что наша страна запустила два первых модуля Звезда и следующий Это модули массой по 20 тонн Они были состыкованы, а потом началось все остальное Наращивание этого объекта Вот эти два наших модуля, плюс небольшие еще некоторые системы Называются российским сегментом МКС А еще есть американский сегмент, европейский, японский и так далее Но мы с вами говорим сегодня о работах на борту российского сегмента МКС И вот здесь много экспериментов проводится А так называются космические эксперименты Но одному из них, эксперименту по изучению Земли из космоса В 2008 году специальным решением Координационного научно-технического совета Роскосмоса Который и руководит научной всей программой Был привод свой инстатус программы Дальше я буду говорить о программе Ураган И вот в этой программе Нажмите кадр следующий Эта программа была начата вообще говоря в 2001 году И мы на сегодняшний день получили около полумиллиона космических снимков То есть большой фонд уже создан Мы находимся в такой самой активной стадии изучения этих работ А вообще говоря, программа изучения эксплуатированного борта началась 40 лет назад Это был 1977 год До этого, конечно, космонавты фотографировали Землю Но это были снимки, красивые снимки Земли И в то время мне довелось оказаться ведущим по пилотируемым полетам Организации Государственного центра природы Мы, естественно, предложили космонавта использовать как ученого Как человека, который добывает информацию о Земле И тогда эта программа началась Ей 40 лет И вот первый, кто сделал самый первый снимок Земли из космоса В рамках научной программы Был космонавт Георгий Михайлович Гречко Это было довольно исключайное, но довольно знаковое событие Он тогда сделал фотографию ледника О'Хиггинс Который мы сегодня изучаем как индикатор колебания климата на планете На ледниках Южной Америки А сегодня на борту станции находится уже другой экипаж На борту станции находится у нас командир МКС Антон Шкаплеров И у нас есть бортинженер Олег Артемьев Замечу сразу, что командир у нас крымчанин Он родился в городе Балаклаве Учился в 30-й школе И он нам будет сегодня подробно рассказывать о Крыме Дальше И вот я теперь вам расскажу два слова о том, как летает орбитальная станция И как мы снимаем Землю У нас есть такая программа, она называется Сигма Она есть в Центре управления полетом у нас в Институте географии Чтобы планировать какой-то эксперимент, мы ей пользуемся Здесь вы видите, что орбиту, по которой летит станция Орбиту, по которой летит станция Я возьму ручку И вот красненькая точечка, которая там есть Это как раз положение орбитальной станции Мы в данный момент такой кадр поставили Именно этот момент Станция находится над Артеком Но вы видите, что она идет от экватора И та линия, по которой летит станция сейчас Называется восходящий ветер Здесь она потом выйдет на экстремальное значение И что-то нисходящий ветер Станция уйдет к экватору Вы видите, что есть темная сторона Земли И есть светлая сторона Земли В данный момент В данный момент станция находится еще пока в темноте Она над Южной Америкой И пока она не выйдет в зону нашей радиосвязи Мы вообще говоря Будем говорить о том, что происходит на борту Я попрошу поставить следующий кадр Чтобы показать Что мы сейчас работаем на восходящей ветве Но вообще-то говоря Через пять часов мы снова появимся над Артеком То есть достоинством полета МКС является то Что объекты, находящиеся в зоне нашей страны Мы можем наблюдать дважды в сутки Теперь Следующий кадр, пожалуйста Теперь я расскажу вам о том Что эта программа имеет очень мощную картографическую поддержку Вот есть, например, такая карта Мы можем подгрузить и двую карту Более подробную Мы можем подгрузить еще более подробную карту И так далее И таких карт много Восемь слоев И так весь мир То есть мы можем очень четко управлять Работой И дальше Дальше, пожалуйста, кадр Вот теперь смотрите Мы вышли в такой момент Когда станция вышла на дневную Выходим на дневную сторону Земли Космическая заря Мы можем начинать работу Теперь, как только станция вышла на светлую сторону Мы видим слева Бразилию Мы идем по Атлантическому океану вдоль Бразилии И нас привлекает ее столица Город Бразилия Я попрошу казанскую площадку Очень кратко рассказать о том Что мы изучаем на примере города Бразилия Спасибо, спасибо Артек И я попрошу Елену Пудовик подробнее как раз Вот остановиться Об особенностях расселения Населения восточного побережья Бразилии Его столицы Ее столицы Дорогие друзья Международная космическая станция Пролетает сейчас над юго-восточным побережьем Бразилии На экране вы можете видеть яркими огоньками Населенные пункты этой страны Вообще расселение Бразилии весьма-весьма неравномерно Более 90% населения размещается на север, юго-востоке и юге этого государства Причем в основном населенные пункты размещены на побережье Это происходит потому, что там идет формирование мегалополиса В районе крупнейшей в южном полушарии нашей планеты агломерации Сан-Паулу И города Рио-де-Жанейро Территориальные диспропорции несколько сглаживались Благодаря основанию в 1960 году новой столицы города Бразилия Главной причиной переноса столицы из прибрежных районов в центр Явилась необходимость обеспечения равномерного развития всех регионов страны А не только юго-восточной зоны Основание города Бразилия начинается в 1956 году президентом страны Жусселину Кубичек де Оливейро В рамках модернизаторского проекта 50 лет за 5 И уже в 1960 году город принимает первых жителей Туда переезжает президент и все правительственные учреждения Сегодня численность населения Бразилии 2,5 миллиона человек Интересно, что в процессе строительства строители придерживались так называемого плану-пилоту На снимке на экране вы можете видеть, что конфигурация города имеет форму самолета И действительно, есть два крыла северно-южные кварталы Корпус этого самолета из планады министерств А в кабине пилота размещается площадь трех властей Там находятся национальный конгресс, дворец президента и Верховный федеральный суд И географическое положение города, и его оригинальная планировка очень символичны По замыслу Жуселина Кубичека назначение города Бразилия Стать олицетворением стремления бразильского народа в светлое преуспевающее будущее Город объявлен ЮНЕСКО достоянием человечества Спасибо Спасибо, спасибо, Артек Снова на площадке Артека И сейчас мы вам покажем короткий видеофильм Этот видеофильм снят немножечко раньше И космонавт Александр Тарелкин расскажет, как вообще выглядит та часть российского сегмента Где находится наша аппаратура Какая аппаратура стоит там И как работают космонавты под съемки Земли Давайте посмотрим то, что расскажет нам Александр Тарелкин Ураган, который в настоящее время проводится на МКС Ну, начнем с того, для чего этот эксперимент, цель этого эксперимента Основная цель этого эксперимента, конечно же, это наблюдение, мониторинг катастрофических явлений, происходящих на поверхности Земли Также целью является, как я уже говорил, мониторинг Но и набор статистических данных, которые потом заносятся в базу И по этим данным можно даже немного прогнозировать какие-то катастрофические явления Вот этим и занимается ураган Скажу больше Во время многих катастрофических явлений на Земле Космонавты наблюдали эти явления В некоторых случаях даже заранее подсказывали И, как я уже говорил, набирали базу для того, чтобы в дальнейшем предупреждать людей, находящихся в районе этого какого-то катастрофического явления Тем самым избегая жертвы Эксперимент ураган проводится уже несколько лет на станции В основном, как он проводится На борт Международной космической станции присылается радиограмма Радиограмма может быть как в виде просто набора букв То есть радиограмма форма 24, где указывается в такое-то время проводить эксперимент И также, как нововведение, сейчас на борту имеются айпады Вот, и вот, допустим, сейчас как раз у меня открыта страничка Приходит радиограмма В этой радиограмме написано время проведения, число, дата, район, где надо провести наблюдение за поверхностью Также, что очень полезно для космонавта Это присылаются уже фотографии, спутниковые снимки, схематичные какие-то изображения Тех районов, которые космонавту необходимо выполнить Это районы возможных катастрофических явлений или в данный момент, которые проходят Это извержение вулканов, наводнения всевозможные, цунами И это довольно удобно и очень облегчает космонавту работу В том плане, что заранее я могу узнать время прохода над этой целью Также у меня есть уже снимок местности И мне уже, допустим, проще привязаться к местности То есть я, пролетая, допустим, над целью Я уже изучил эту цель, примерно знаю, где, какая цель находится И какие-то ориентиры могу уже для себя наметить, заранее продумать Вот Но, как я уже сказал, это довольно удобно Потому что это сокращает время реакции Допустим, сегодня с утра началось извержение какого-либо вулкана На борт присылается вот такая радиограмма Я в течение получаса могу ее изучить И тут же уже могу отреагировать на эту радиограмму Но сейчас я немного покажу, как это все происходит, так сказать, в действии То есть вот, как вы сами поняли, мне пришла радиограмма Я взял фотоаппарат Необходимо, естественно, запустить программу, которая считывает координаты целей И вот сейчас я как раз этим занимаюсь По USB кабелю подключаю к компьютеру платформу-излучатель И вот, вы видите, происходит промаргивание светодиодов Это означает, что запитана вот эта платформа с излучателем И теперь остается только запустить саму программу Программа запускается очень легко На рабочем столе компьютера имеется иконка И всего лишь кликнув дважды по этой иконке Начинает работать программа Вот сейчас вы видите Это схематичное изображение датчиков, которые находятся на платформе И даже есть схематическое изображение фотоаппарата и датчиков ответных Которые находятся на фотоаппарате Вот Ну вот теперь, в принципе, мы готовы приступить к фотографированию целей Вот так вот вы можете наблюдать, как виртуально реагируют датчики И, соответственно, программа пересчитывает положение, местоположение фотоаппарат в пространстве Ну а дальше вот так вот выполняем эксперимент Подходит цель Сигма может подсказать даже, когда это все будет происходить И космонавту остается только визуально обнаружить цель и нажать кнопку спуска Все Цель снята Теперь Все это Вся информация Остается на диске фотоаппарате А информация о местоположении цели То есть координаты этой цели Поступает в компьютер И заносится в базу И космонавту остается только Выслать Переслать на Землю Значит Фотографии С этой целью И файлы с координатами Ну вот Кратко Я вам рассказал об эксперименте ураган Я думаю Вам это было интересно Ну а мы в свою очередь будем продолжать вам рассказывать Об экспериментах Которые проводятся на борту МКС Всего доброго До скорых встреч Смотрите В рамках этой программы Кроме серьезных научных задач Практических У нас есть отдельный проект Он называется Уроки географии с орбитальной высоты Это новый проект Дело в том Что даю субъективную оценку Мне представляется Что у нас географии На сегодняшний день в школе Учат в общем-то В общем-то плохо Скажем честно У нас совсем нет Космической съемки В уроках И мы имея Очень большой фонд космических снимков Решили подготовить для всех школ нашей страны Специальный образовательный продукт Который так и называем Уроки географии с орбитальной высоты Я хочу подчеркнуть Что этот продукт делается для учителя сельской школы Не для продвинутой московской гимназии Не для лагеря Артек Он пригодится в лагере Артек Но мы хотим Чтобы каждый школьник страны Буквально каждый Имел космическую информацию И вот видите у нас от 5 до 11 класса Идет география Но мы сделали по-другому Мы взяли всю географию Разбили на 20 частей И показываем географию так Скажем Горы мира Пустыни мира Озера Атмосфера Океан Расселение Транспорт И так далее И так 27 И вот такой продукт у нас сейчас запущен Активным участником является Институт географии Казанский университет И ракетно-космическая корпорация Энергия И дальше я буду рассказывать вообще об урагане Но всегда буду иметь ввиду Что мы получаем информацию Для совершенствования этого самого нового проекта Уроки географии с орбитальной высоты Вообще говоря Сам ураган состоит из видеосъемки Фотосъемки И спектральной съемки В данном случае Вот для урока Видеосъемка не так хороша И мы опираемся на фотоматериал И какая у нас фотоаппаратура Вы уже видели Вам Александр Тарелкин это показал А вот еще могу сказать о том Что Да Еще я могу сказать о том Что есть у нас на борту спектральная аппаратура Фотоспектральная аппаратура То есть мы весь видимый спектр Вот 350 до 1050 нанометров Делим на 300 очень узких частей И ведем в спектрометрирование объекта Скажем поле пшеницы Когда у нас пшеничка начинает вегетацию У нас одна спектральная характеристика Когда пшеничка выросла Другая Пора убирать Третья И вот так каждый раз По всем объектам это делается Ясно что для уроков географии Спектральная аппаратура не используется А если вернуться к фотоаппаратуре То здесь нужно сказать следующее Что у нас фокусное состояние объектива От 28 миллиметров до 1600 Это значит Что когда мы фотографируем землю С фокусом 28 миллиметров Мы можем охватить скажем Всю половину Европы по крайней мере А чтобы прицелиться в центр Города Рим Нам нужно поставить 1600 фокус В первом случае будет очень низкое разрешение Интересная большая картинка В том случае будет детальная информация О конкретном объекте Еще на борту есть аппаратура Которая космонавт не имеет отношения Она стоит за бортом И управляется из центра управления полетом Вот эти камеры стоят Теперь еще конечно о наших достоинствах Смотрите на этом кадре 11 сентября 2001 года Два самолета таранят торговый центр в Нью-Йорке С какого автомата вы можете снять этот снимок Только оперативная работа космонавта Дает возможность быстро с ним связаться И сделать такие снимки То есть мы отличаемся Как нам представляется особой оперативностью Другой вариант Мы хотим снять какой-то вулкан О котором нам сейчас говорил Тарелкин Мы можем снять с разных ракурсов его И показать совершенно разные особенности Этого извержения Мы можем оказаться в надире То есть просто снять его в вертикальном положении И информация о событии В том числе для школьного образования Конечно будет богатая Это совершенно очевидно Или скажем смотрите Мы как я сказал уже Фотографируем большую площадь В данном случае территория Памира И нужно скажем изучать Получить информацию И прогнозировать продуктивный сток С этой горной территорией И конечно фокус тогда 28-50 миллиметров И вся территория Памира перед нами Но видите вот такой Такой вот квадратик красненький Такой вот красненький квадратик Сейчас я еще раз подключусь Вот этот красненький квадратик И там Сарецкое озеро Это очень хорошее известное озеро Которое накопило Сжатие завала 19 кубических километров воды И угрожает всей Центральной Азии В случае прорыва Это пойдет по реке И дойдет до аж главных сооружений Каракумского канала Надо это заваленное озеро изучать И тогда конечно космонавт За 2 минуты секунды Находит его И получает такой кадр Вот там кадр Сарецкое озеро Сделанный не с самолета Не с горной вершины Это кадр сделанный с борта МКС То есть и так и так мы можем работать Или скажем нам нужно Получить детальные снимки Много И сделать один фотомонтаж Вот такой есть ледник Известный Бивачный на Памире И чтобы получить информацию В этом леднике Который совсем недавно был пассивен Мы относились к нему Как к леднику деградирующему И вдруг пошла мощнейшая Активизация ледника Это отдельный разговор О климате О поведении ледников Это очень интересно на самом деле Глава могла бы быть в нашем уроке Но в данном случае Я только фиксирую То что мы в данном случае Можем получить детальный образ Большого объекта Склеивая в кавычках Много снимков Чтобы получить данные о нем Но кроме того Мы можем этот Любой фрагмент снимка Найти на фрагменте Несколько точек Найти эти точки на карте Нажать кнопочку В той или иной программе ГИСовской И этот наш снимок Ложится точно в карту Дальше мы можем измерять Вот например Мы здесь на кадре Ледника Бивачного Показываем 14 снимков За 14 лет Берем на выбор Слева Берем на выбор Это снимок 7-го года Это снимок 14-го Вот линия раздела И нажимаем кнопочку И вот видим Что эта точка Переместилась Вот из этого положения В это За 7 лет На дальность 3160 метров То есть мы По этим снимкам Можем изучать Но Мы можем еще И более интересные вещи Делать Мы можем получать 3D Изображение объектов И на примере Этого ледника Бивачного Мы покажем вам Что такое 3D Ледник активный Видите какие Дугообразные здесь Маренные гряды Дугообразные Показывают Как он Потихонечку Меняет свои очертания Как он Продвигается В направлении Самого большого Ледника Евразии Ледника Фетченко Длиной 78 км А этот ледник 35 км Это тоже крупнейший ледник И скажу вам сразу Пока идет картинка Что Памир Самый динамичный Район мира Нет в мире Динамичнее Ледников Чем на Памире Здесь находится Высшая точка Памира естественно Раньше назывался Пик коммунизма Теперь пик Саммани Здесь пик Евгения Корженевской И так далее Идем дальше И вот теперь Станция Потихонечку Выходит К Европе И мы уже Видим Италию Мы уже Видим вдали Совсем вдали Черное море И там Очертания Крыма То есть Это в данном случае Мы потихонечку Приближаемся К той точке Где сейчас С вами находимся И теперь Теперь На пути у нас Босфор И город Стамбул Это очень интересное На самом деле Местечко Здесь Находится Крупнейший город Этого региона Я вновь попрошу Наших коллег В Казани Рассказать нам В каких-то особенностях Вот Босфора И города Стамбул Пожалуйста Спасибо Спасибо немного Лирике Никогда я не был на Босфоре Да писал Есенина Сейчас доцент Ирина Мальганова Нам расскажет о нем И о Стамбуле Пожалуйста Перед нами Знаменитый Уникальный Но труднопроходимый Пролив Босфор Он Обеспечивает выход К Средиземному морю Мировым океанам Большую часть России Украины Закавказья Юго-восточную Европу На обеих берегах Босфора Расположен Крупнейший Турецкий город Стамбул Босфор Душа Стамбула Так говорил Амар Памук И действительно Стамбул Это потрясающий Мегаполис 15 миллионов Жителей Который расположен Одновременно На европейской И азиатских частях Которые соединены Тремя мостами С 2013 года И железнодорожным Тоннелем Мармарай С 2016 года Там запущен Автомобильный Тоннель Как говорят Стамбул Это лоскутное одеяло И даже опытные Стамбуловеды Иногда Очень сложно Определять Где у нас Один район Плавно переходит В другой На снимке Мы можем видеть И старинные районы Такие как Например Отделяемые между собой Золотым рогом Район Старый Фатиха И Берегли Так и новые районы Которые В принципе Мы можем Как раз на космическом Снимке Наблюдать Как разные районы Планировки Крым Малаях И часть Крыма Это только Частичка Но случилось так Геологически Случилось так Что вот левее То есть На западной части Черного моря И правее В районе Керчи Эти горы Они растут Но когда-то Они были погружены Сейчас Крымские горы Выходят на поверхность И растут Но часть Крымских гор Находится там Еще в воде И мы-то с вами Не дождемся Но наши потомки Дождутся Когда эти Крымские горы Тоже окажутся На поверхности Вы находясь в Крыму Конечно Знаете О том Что это несколько гряд Долгообразных Что Высота этих гряд Самая Разная Но очень важно Что эти Крымские горы Они Имеют Крутой уступ Вниз И потом мы вам покажем Эти кадры И наверное космонавт Об этом расскажет И что здесь главное У нас флешевые породы То есть когда-то Это же было дно моря Это были слои Дно моря Поднялось Стали горы Наклонные слои И ясно Что на крутых Крымских горах Происходят процессы Эрозионные Процессы обрушения Оползневые процессы Это главная Опасность Крыма Вообще говоря Оползневые процессы Продолжаем работу Добрый день Дорогие коллеги Добрый день Антон Добрый день Олег Мы сегодня Находимся На двух площадках Мы находимся В лагере Артек И в Казанском федеральном Университете И очень рады Встречи с вами Потому что Мы ждем от вас Рассказа О том Как вы работаете И у нас На площадке Артека Находятся участники Лагеря Хрустальный Одного из лагерей Артека А в Казани У нас студенты Аспиранты Преподаватели Казанского федерального Университета Теперь дорогие Участники Наших площадок Два космонавта У нас командир МКС И командир МКС Антон Шкаплеров И вординженер Олег Артемьев Так вот Антон Шкаплеров Он родился В Крыму Здесь учился В 30-й школе В Булакраве Антон Я прошу именно С вас начать Расскажите пожалуйста Нам немножко О Крыме О Крыме Добрый день Добрый день Присутствующий Добрый день Крым Добрый день Казань Мы рады приветствовать вас С бортами Международной космической станции Естественно очень приятно Что этот телемост Связывает меня С моей родиной С Крымом И я с удовольствием Могу очень долго Рассказывать о Крыме О Севастополе О своей маленькой Балаклаве Вообще Балаклава Это Считается частью Города Героя Севастополя Вообще Крым Омывается двумя морями Черным и Азовским Вот с материковой частью На севере Он связан Перекопским перешейком Здесь проходят Основные Железнодорожные Автомобильные пути Линии электропередач Русло Северокрымского канала И долгое время Этот участок Был практически Единственным местом Который связывал Крым С материком Но как вы знаете Сейчас на востоке Полуострова Строится Крымский мост В районе Керченского пролива Это место Соединения Двух морей За строительство моста Очень интересно Наблюдать Мы делаем Очень много фотографий Я стараюсь Выкладывать эти фотографии В своих соцсетях Могу сказать Что строительство Моста Не просто идет По графику А даже С опережением И как по плану Вы знаете Первая Дорога Для автомобильного Транспорта Должна была Открыться В конце года Но как сказал Наш президент Владимир Владимирович Путин Эту дорогу Будут открывать Уже К нынешнему К купальному сезону К июню месяцу Спасибо Антон А вот Крым Вы видите Все-таки С большой высоты 400 километров Вот что самое Такое броское Здесь Вот что Вот прям Вот Хочется Видеть Наблюдать Любоваться Изучать Рассказывать Ну Когда смотришь На Крым Сверху Отсюда Очень четко Выделяются Вот две зоны Это Северокрымская Равнина И она занимает Почти 70% Территорий И горный Крым Который Простирается Тремя грядами Естественно Эти горы Лучше всего Видны Как зимой Так и летом Зимой Это единственное Место Где можно увидеть Немножко снега Немножко снега В Крыму А все остальное Это Равнины И Естественно Южный Гряда Это Южный Берег Крыма Здесь В основном Находятся Все курорты Наши От Севастополя Через Ялту До Керчи Спасибо Ну и конечно Антон Немножко О родном Городе О Балаклаве Пожалуйста Ну Балаклава Балаклава Я считаю Это Жемчужина Крыма Находится На самом На самом Юге Крыма Прямо Возле Горы Айпетри Которая Южная Точка Крыма Это Небольшая Бухта Которая С трех Сторон Закрыта Горами И Вход В бухту Под прямым Углом Получается То есть Со стороны Моря Даже Не видно Балаклавы Поэтому Исторически В этом месте Корабли Прятались Во время Шторма И знаменитый Черный Принц Где-то У Скалистых Берегов Крыма Не успев Войти В Балаклаву Разбился И где-то Несметные Сокровища Находятся Сейчас На дне Черного Моря Очень Хороший Климат Всегда Тепло Тепло Чистая Вода Поэтому Всем Кто еще Не был В Балаклаве Я всех Приглашаю И с удовольствием Могу даже сам Вам показать И рассказать Спасибо И конечно Конечно Давайте Несколько слов Расскажем Обеим площадкам О Северокрымском Канале Он перекрыт Несомненно Это беда Но это сейчас Большой транзитный путь Для стока воды Который мы в Крыму Добываем Немножечко пожалуйста О Северокрымском Канале еще Да Да Конечно Это Ивляется Одним из главных Я думаю Ну основным заданием В эксперименте Урагана Это важный объект Который был построен Для водообеспечения Всего полуострова Раньше здесь Стекла вода Из большой реки Днепр Но после того Как ее перекрыли В 2014 году По политическим Соображениям Здесь воды берутся Из артезианских Крымских Источников И давайте Очень хорошо По главным По главным Мы летая делаем Фотографии Поэтому С Олегом Мы будем По очереди И разговаривать С вами И Делать Фотографирование Объектов Да Мы подлетаем Городу Героя Волгограду Он стоит На правом Берегу Волги В этом месте Река Поворачивает Почти на 100 градусов И течет На восток А затем На юго-восток И обширной Дельтой Соединяется Каспийским Морем Здесь же Ниже плотины Волжской ГЭС Построенной В 1961 году От основного русла Отделяется Рукав Ахтуба И до самого моря Формирует Одну из крупнейших В мире Речных долин Волго-Ахтубинскую Пойму Пойма Проходит По территории Прикаспийской Низвенности Древние границы Каспийского Хвалынского моря И поэтому Там значения Высот Отрицательные Самая низкая Точка Минус 28 Минус 28 метров Спасибо Станция Движется Очень быстро Скорость движения Примерно 7,9 км В секунду Мы Достаточно быстро Переместились От Крыма Уже В сторону Волги И вот Начинаем Приближаться К Алтаю Но сначала На пути у нас Грязные города России И я Попрошу Пожалуйста Рассказать Об этом О той проблеме Которой решаем Спилотерного борта О мониторинге Грязных Неблагополучных Городов России Да Это одна Из самых Главных Задач Урагана Эксперимента К сожалению Хозяйственная Деятельность Человека Очень сильно Повлияла На облик Нашей планеты Если на примере Волги То это Изменение Гидрологического Режима Волги Часто Очень можно Наблюдать Картину Когда зеленая Цветущая В мае Пойма Превращается К августу В сухую Выжженную Степь Из-за Нехватки Воды Луговая Рассительность Сменяется Степной Многие виды Не проходят Полный цикл Вегетации И поэтому Не восстанавливаются На следующий год И на ее место Приходит Неприхотливая Растительность Ну а Давайте мы Прошли Волгу И расскажем О грязных Городах И Мониторинг Эти грязных Городов На Урале У нас расположены Большие промышленные Центры Такие Как Оренбург Челябинск Магнитогорск Орск Нижний Тагил Екатеринбург Ну и много Других городов И они входят В группу городов Которые отличаются Большими выбросами Вредных веществ В окружающую среду Попавшие В атмосферу Твердые и жидкие частицы Оседают на почве И воде Загрязняют территорию Городов Загрязняют территорию Лесов Рек И озер Урала Много лет На территории регион Добывают Полезные Ископаемые Работают предприятия Черной и цветной Металлургии Химические И нефтехимические Производства Но это конечно Все это Загрязняет А вот Позвольте Сказание вопрос Лучше всего Эти проблемы Которые Да конечно Можно Поскольку Мы живем Тоже В экологически Достаточно Сложном Регионе Здесь Огромная Масса Нефтехимических Предприятий Нефтедобывающих Предприятий Нам Не безинтересно А как Вы можете Отследить Изменения Экологической Ситуации Вот Используя Все возможности Космоса Это только Фотографирование Спектральная Съемка Но Что касается Территории Татарстана То Я не знаю Может быть Там применяются Какие-то новые Технологии По Очистке Того Загрязнения Но Вот Я летал Четыре года назад В 2014 И сейчас В 2018 Год Я На глаз Этих изменений Не вижу То есть Скорее всего Те люди Кто занимается Нефтяной промышленностью Химической На территории Татарстана Они вкладывают Достаточно Средств Для того Чтобы Уменьшить Влияние На Экологию Своей республики Это Я думаю Что это Молодцы Но это Видно Из космоса Как это Со стороны Земли Я Не знаю Татарстан Экологически Чистый Относительно Регион Да В Казахстане Давайте мы Перейдем К рассказу Мониторинга Алтая Это Самые Высокие Наши Горы После Кавказа Давайте Об этом Алтай Это Конечно Один Из Красивейших Краев Краев Нашей Страны Один Один Из Самых Красивых И Экологически Благоприятных Районов Нашей Страны Это Один Из Тестовых Участков На котором Ученые Изучают Климатические Изменения По отступанию Ледников Но этот Процесс Начался В середине 19 века И резко Ускорился В последние 30 лет Средняя Скорость Отступания Ледников Алтая Около 30 сантиметров В год Съемка Ледников Одна из Первых Задач Которую Выполняли Космонавты В рамках Программы Ураган Еще 40 лет Назад Самый Первый Кадр Сделанный В рамках Целевой Пилотированный Программы Изучения Земли Из космоса Это Ледник Хиггинс В южном Поле Патагонии Его Сделал Космонавт Георгий Михайлович Гречко Еще 12 декабря 1977 Года Алтайские горы Вторая по высоте И площади Ледников Горная система Страны Высшая Точка Гора Белуха Здесь Находится Множество Горных Озер Из которых Главная Телецкая И в Алтай Берет Начало Одна из Главных Рек Сибири Оп И вот Мы продолжаем Дело Гречко Космонавтов Фотографируем Патагонию Фотографируем Алтай Фотографируем Ледники Продолжаем Его Дело Прием Спасибо А вот Насколько Алтай Освоен Как много Там Населенных Пунктов Городов Нам не Безинтересен Алтай Просто Исторически С высоты Космического Полета Хорошо Видно Что Алтайский В Алтайском Регионе Не так Интенсивно Освоен Как Урал Здесь Расположены Два Крупнейших Города Алтай Барнаул И Горноалтай Столица Республики Алтай В основном Здесь Развит Туризм Рекреация Большое количество Заповедников И природоохранных Зон Ну и главное По которому Мы уже говорили Телецкое озеро Вокруг которого Расположен Алтайский Заповедник Прием Спасибо Мы Показываем Вам Это озеро Телецкое Это на самом деле Очень интересный Объект И Сейчас По мере Развития Рекреации В Алтайских Горах Здесь Конечно Сохраняется Природа В своем Первозданном Виде И Мониторинг С МКС Потому Осуществляется Чтобы следить За экологическими Нарушениями Пока Заметим Так Они здесь Не выявлены И это здорово Но территория Алтая И территория Вокруг Телецкого озера Конечно Остается Самым Важным Объектом Но теперь Антон И Олег Все таки Давайте Свободным Образом Вспомним Весь мир Скажите пожалуйста Вот вы Летаете Командир Долго Мординженер Недавно Но вы же и раньше Летали На МКС Скажите пожалуйста Какие ваши Самые такие Вот интересные Впечатления О том Как вы Наблюдаете Землю И как вы И фотографируете Ее с точки зрения Получение Полезной Информации Ну и красивых Кадров тоже В инстаграм Выкладываете Мы видим Вашу работу И вы помимо Того что Присылаете Нам Ученым Вы еще И всему Нашему народу Показываете Свою работу Какие ваши Самые яркие Впечатления Пожалуйста Сначала вам Олег Расскажите пожалуйста Спасибо большое За очень интересный Вопрос Мы с удовольствием Мы вам расскажем Чем мы здесь Занимаемся На Международной Космической станции Потому что Многие люди На Земле Не представляют Зачем мы сюда летаем Главная задача наша Это выполнение Космических экспериментов То есть Те эксперименты Которые на Земле Выполнить невозможно И одно из направлений Это конечно Мониторинг Нашей прекрасной Планеты Земля То есть Только отсюда Со стороны Мы можем Полностью увидеть Как меняется Наша Земля К сожалению Как показывает опыт И вот наши Уже полеты В большой стране На планете Земля И поверьте Это отсюда видно Делать фотографии Дальше мы эти фотографии Отправляем на Землю Где ученые Анализируют Как же меняется Наша Земля Кроме обычных Фотоаппаратов У нас есть специальные У нас есть специальные приборы Которые в разных спектрах То есть Делают Различные Замеры Всего того Что происходит На Земле В разное время При разной освещенности Это тоже дает Основания Делать выводы О том Как меняется В разных регионах Наша планета Земля Но Все равно Наша Земля Остается Очень прекрасной И красивой И когда спрашивают Космонавтов Что же Мы больше всего Любим в свободное время Но это конечно же Не играть в компьютерные игры И даже не читать Интересные книги Этим мы будем Заниматься После посадки Мы очень любим Фотографировать Снимать на видео Нашу прекрасную Планету Земля И сколько бы ты ни сделал Сотен тысяч фотографий Планеты Земля Даже самое любимое Своего родного места Никогда фотографий Не повторится Потому что всегда Разное освещение Разная облачность Разное время года Поэтому мы Делали Делаем И будем делать Эти эксперименты Ну один из которых Великой Эксперимент Ураган Вот Олег Германович Добавь наверное От себя Хоть пару слов Большое спасибо Организаторам Тем кто придумал Этот урок Географический И мы надеемся Что эти уроки Будут продолжаться Не только над нашей родиной Но и над другими Частями планеты И это будет Продолжаться годами И я думаю Что это будет Очень полезно Для тех людей Кто любит географию Кто занимается Ей Для школьников И для студентов И для взрослых тоже Спасибо большое Пока у нас Есть связь Я напомню Я напомню вам Мои коллеги на борту И вам Уважаемые площадки Что уже в ближайшие дни А в конце апреля Пример чрезвычайной За эту связь И надеемся На ее продолжение Спасибо Спасибо Хороших вам дней Хорошего ожидания Посадки Потом хороших впечатлений На земле А потом мы еще встретимся И очень много пользы Принесем И географии И экологии И конечно Школьникам Создавая продукт Который мы так и называем Уроки географии С орбитальной высоты Огромное спасибо До свидания Спасибо Спасибо МКС Спасибо Артек Спасибо всем Кто работает В нашей казанской студии Артек Вы нас слышите? Да Мы слышим Артек Да Наверное вопросы Друг другу Не готовы ответить? Да 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 Что-то Да Но не слышно Да Мы Слышим? Артек 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 Слышим Слышим? Да У нас есть Некоторые вопросы Если позвольте Мы зададим вам Лео Васильевич Здравствуйте Очень рад вас видеть На таком расстоянии Хотелось бы Чтобы вы немножко Рассказали Про особенности Съемки С международной Космической станции Что нам позволяет Увидеть Виток В полтора часа Со смещением На восток Вы не могли бы С географической точки зрения Осветить этот вопрос Спасибо Конечно Полтора часа Это Вообще-то говоря Малое Но вместе с тем Очень большое время Смотрите Мы облетаем Весь земной шар Ведь как идет полет Земной шар Прокручивается у нас Станция летает По орбите А земной шар Поворачивается И так Пятнадцать с половиной Раз в сутки На экваторе Мы смещаемся На экваторе Когда орбита Пересекает экватор Эта точка Называется Восходящая точка Орбиты И вот эта Восходящая точка От витка К витку Смещается На 2500 Км И здесь Очень большие Расстояния Между витками Здесь Чтобы получить Информацию Нужно много Много раз Пролететь Чтобы снимок Получить Совсем По-другому Тогда Когда станция Подходит К широте 52 градуса Как на южном Полушарии Так и на Северном Полушарии Здесь Как мы видим На примере Артека Мы появляемся Два раза В сутки И информацию Получаем И перед нами Я подчеркиваю Весь земной шар Поэтому экология Так Экологические проблемы Можете Многочисленные Вот одной из самых Важных задач Сегодняшнего дня Является даже Не экологическая А проблема Что происходит С климатом Как климат На земле Изменяется У нас есть В уроках Географии С орбитальной высоты Урок Который называется Ледники Снежный покров И в рамках этого урока Мы рассматриваем Ледники Как индикаторы Ведь по мере Потепления Климата Ледники Отступают Мы имеем 18 горных районов Мира И западные Полушарии И восточные И северные И южные Например Остров Каргелен Или Патагония И по динамике Ледников По отступанию Судим Как Что происходит Сейчас С климатом Мы изучаем Региональные Климаты Но в совокупности Мы конечно Получаем информацию О том Скажу сразу Что по нашим данным По данным Ну сейчас И моих исследований И по данным Измерения На ледниках Алтае Патагонии Аляски Новой Зеландии Южных Островов Южного Океана У нас получается Так Что Ну сначала Конечно Не наши данные А данные Тех кто исследовал землю Раньше нас У нас в середине 19 века Начинается этап Потепления земли Вообще говоря У нас есть этапы похолодания Он начинается Запомним Это легко запомнить 1242 год Немецкая армия Того времени Приходит на Чудское озеро И терпит поражение Начинается Этап Глобального Похолодания И так длится До середины 19 века В Крым Приходят англичане Французы Турки И тоже Выходят отсюда С поражением С этих дней Начинается Этап Потепления Легко запомнить Правда же То есть мы сейчас Примерно 170 год Находим на этапе Потепления Но все этапы Похолодания Они длились 500-600 лет А этапы Потепления 200-250 лет А мы уже 220 лет С вами имеем Вот и получается Если довериться Статистики И том Как земля Существовала То мы С вами Вообще-то Говорят Завершаем Сейчас Этап Похолодания Потепления И мы где-то Находимся Перед этапом Похолодания А данные Измерения С МКС Показывают Что в последние годы Что происходило Мы середина 19 века Это вот данные Измерения По всем Ледникам Мира Которые мы Проводим С бортом МКС Получалось так Что в середине 19 века Темп Потепления Темп отступания Ледников Мира В среднем Скажем Был 15 метров В год То есть мы Тихо-тихо Темп у нас Возрастал В начале 19 20 века То есть В 1900 году Примерно Мы вышли на полку То есть у нас Ледники продолжали Отступать Но они отступают С той же скоростью Примерно до 60-х 70-х годов Прошлого века И в этом месте Мы заметили Что ледники Практически Перестали отступать Мы уже ожидали Что вот-вот Мы идем вниз И скоро начнется Подтепление Не произошло В 70-е 80-е годы Семка СНКС Показала Что ледники Начали вновь Быстро наступать И очень быстро И в последние годы Идет очень быстрое Отступание Ледников Но это не значит Что потепление Вот растет Это да Но это означает Что очень скоро Может начаться Этап Очередного похолодания Замечу в скобках Что существуют Разные воззрения О том О влиянии промышленности Вообще антропогенного фактора На этот процесс У всех Мнения разные Вот лично я Считаю А этим плотно занимаюсь Что антропогенный фактор Имеет значение Но очень незначительно Вот солнце Слосят земные связи Это гораздо серьезнее У нас есть тепловая машина Называется Океан Атмосфера У нас глубина океана Четыре километра И больше В среднем Вообще Примерно с вами на планете Вода А не на планете Земля И тогда Получается Что Вот такие данные Мы Ну и как пример Как один из примеров Того Что у нас Происходит Хотя я могу Примеров дать Очень много Давайте так Мы завершаем Наш урок Активную часть урока Мы Софией Говорим о том Что Сейчас Мы вам покажем Несколько примеров Использования Космических снимков Я Софии Передаю Микрофон И она Расскажет вам Немножечко О применении Наших материалов Для конкретных Целевых исследований Хотим Поблагодарить вас Тоже уходим В свою студию Для своего Внутреннего общения Но вот вы Нас немножко Насторожили Словами о похолодании Все таки Мы хотим Передать вам Все казанское тепло Все тепло Казанского Федерального Университета Огромное вам спасибо И наши Горячие аплодисменты вам До встречи Спасибо, Лев Спасибо Спасибо И сейчас Мы продолжаем У себя А мы продолжаем Наш урок Географии Из космоса И он ориентирован Преимущественно На нашу Молодую На младшую Аудиторию Нас ждет Сейчас Конкурс Викторина Которые Посвящены Космическим Снимкам С борта МКС Пожалуйста Я передаю Микрофон Доценту Казанского Федерального Университета Лену Михайловну Подовик Который начнет Эту викторину Спасибо Дорогие друзья Итак После каждого Урока Обычно бывает Небольшая проверка Знаний И мы вас Приглашаем Принять Также Участие В небольшой Космической Викторине Сегодня у нас 17 число И мы вам Зададим Ровно 17 Вопросов По космической Тематике Если вы будете Знать ответ Мы вас просим Поднимать руки Каждому человеку Который правильно Ответит Мы дадим Вот такую Интересную Космическую Ракету И так Определим Нашего Самого Главного Отличника Итак Пожалуйста Внимание На экран Первый Вопрос Вот Мы будем Видеть На этом Экране Нашу Викторину Итак Первый Вопрос На снимке Показаны Солнечные Энергоблоки Этой страны Мощность Которых Постоянно Растет Количество Таких Объектов Продолжает Увеличиваться У нас Уже Есть Пожалуйста Ваш Ответ Абсолютно Верно Но Действительно Итак Вы получаете Наш первый Космический Бал Что касается Чили Удивительно Всего 5 лет назад Чили Почти не Неиспользуемые Вознавляемые Источники Энергии Сегодня Это Страна Номер Один В мире Которая Обеспечивает Полностью Себя И экспортирует Солнечную Энергию Но не все Так радужно Инвесторы Те кто владеет Этими фирмами Не так уж И довольны Бесплатной Энергией Итак Следующий Вопрос Итак Пожалуйста Следующий Вопрос На снимке Показан План Одного Из районов Одного Из крупных Городов Северной Америки Планировочная Структура Города В пределах Этого района Имеет Правильно Разбитую Сеть Прямолинейных Улиц Пересекающихся Под прямым Углом Лишь С одной Диагональной Несколько Извилистой Улицей Проходящей От делового Центра Сити К северу Через весь Город Итак Ваши варианты Что это за город Совершенно верно Это Нью-Йорк Это Нью-Йорк Многие Из вас знают Что Нью-Йорк Состоит Всего Из пяти Районов Называемых Бора И находятся В одноименном Штате Эти Боры Называются Бруклин Бронкс Квинкс Манхэттен И Стейтен Айленд А мы двигаемся Дальше Пожалуйста Следующий Вопрос На снимке Город Расположен На территории США Он не имеет Четкого плана Застраивается Стихийно И увеличивался За счет Присоединения Соседних Населенных Пунктов Пока рук Не вижу Может быть Что-то еще Из подсказок Например Землетрясения Здесь случаются Регулярно Ваши варианты Пожалуйста Абсолютно верно Это город Мечтателей Кинозвезд Шулеров И серфингистов Интересно Но факт В Лос-Анджелесе Есть нефть Итак Следующий Вопрос На снимке Показано Одно Из чудес света Государство Где оно находится Образовалось В 3-4 тысячелетии До нашей эры Вокруг крупной реки И традиционно Делится на два Крупных субрегиона И у нас уже есть Желающие ответить Пожалуйста Поднимайте руки Только если вы Поднимаете руки Мы можем дать вам слово Пожалуйста Да Это совершенно верно Это Египет И на экране Вы видите Крупным планом Район Нижнего Египта Пирамидальный комплекс Гизы Который относится Ко времени Древнего царства А ряд ученых Считает Что ему Более 12 тысяч лет А мы переходим К следующему вопросу На снимке Уникальный ландшафт Одного из государств Южной Африки Для возделывания Сельскохозяйственных культур Пригодно лишь 11% Территории этой страны Это 5% ВВП Сельского хозяйства В отрасли Занято порядка 1 миллиона человек На снимке Мы можем видеть Пример земледелия По принципу Кругового Орошения Пожалуйста Ваша рука И это Правильный ответ Поздравляем Ну что интересно ЮАР Выращивает Огромное количество Сельскохозяйственных культур Фрукты Табак Вино Зерно Сахарный тростник И входит в топ 10 производителей Вина в мире Ну это уже так Следующий вопрос Итак На снимке Один из городов Японии Он третий По населению Находится в южной части Острова Хансюб Лесусти Реки Йода Это центр префектуры Как вы видите На многих площадках города Ведется осушение Прибрежных территорий Отсыпка их породы Из нагорных карьеров Благодаря такому лишению Лишь в этом городе Освоено Более 40 тысяч Квадратных километров Да и в переводе С японского Он называется Большой холм Что это за город? Нет 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 Неправильно Пожалуйста Еще варианты Это Япония Япония Шанхай в другом месте Пожалуйста Нет Нет Не совсем Еще пожалуйста Варианты Так Всего 5 букв 5 букв Нет Нет Пожалуйста Токио Какой Токио Нет Не Токио Нет Нет Осака Осака Совершенно верно Это Осака Осака Крупнейший порт страны Испокон веков Основной промышленный Торговый центр Японии И в переводе Большой холм А мы двигаемся дальше И следующий вопрос От японской Италии К маленькой невесте Так звучит Одна из версий О происхождении Названия города На юге России Своими корнями История уходит в эпоху Когда в однаменной бухте Существовал невольничий рынок По легендам Отсюда красивые Белокожие девушки Попадали В турецкие горе Модосрочный ответ Геленджик Абсолютно верно Ну действительно Геленджик Очень интересный город Он заслуженно попал Книгу рекордов Гиннеса Здесь самая длинная в мире Морская набережная Желаю вам летом там оказаться Следующий вопрос Итак на снимке Столица крупнейшего Евразийского государства И его административный субъект Самый населенный из городов Людность более 12,5 миллионов человек Входит в первую десятку городов мира У нас есть вариант Пожалуйста Москва Совершенно верно Это Москва Это Москва Как вы знаете Существует две версии Происхождения Названия города По одной версии Оно происходит От финских слов Мозг Медведь Ива Вода А по другой Просто означает Сырость И мы двигаемся дальше Следующий вопрос На снимке Главный город Северной части Италии Административный центр Области Ломбардия Пожалуйста Абсолютно верно Поздравляем Ну что интересно У Милана нет выхода к морю Поэтому загородная жизнь Богем и богачей Протекает на глубочайшей В Европе озере Кому Итак Следующий вопрос Итак вопрос номер 10 На снимке Один из крупных городов Западной Европы Там где он расположен В третьем веке До нашей эры Было небольшое поселение Под названием Лутеция Может быть есть варианты Население города Достигает трех миллионов Эта цифра стала рекордной За всю историю Это очень молодой По составу жителей город Поскольку после выхода на пенсию Многие жители переезжают В пригороды Или на юг страны Итак Есть вариант Пожалуйста Город Париж Да Совершенно верно Это Париж Итак пожалуйста Следующий вопрос На снимке Крупнейший порт В Европе Один из крупнейших По грузообороту Порт в мире Расположен в устьях рек Рейн и Маас По которым он Соединяется внутренними регионами Пока рук не вижу Европы и Бельгии Германии Франции И Нидерландов Особенно интенсивно Он стал развиваться Пожалуйста Абсолютно верно Итак Порт Роттердама Является самым большим в Европе А с 62-го года 2004 год Являлся самым крупным миром В настоящее время Он третий После Шанхая и Сингапура Итак Следующий вопрос Пожалуйста На снимке Вы видите Самый большой Самый старый Город Австралии Пожалуйста Сидней Совершенно верно Мы даже не успеваем Прочитать вопрос Очень часто Этот город Называют Город возле бухты И пожалуйста Следующий вопрос На снимке Вы можете видеть Строительство моста Еще нет? Первая рука Вопрос на скорость Нужно что назвать? Субъект Умничка Молодец Чтобы соблюсти строгие строки Названные президентом РФ Автомобильный мост Концов 18-го года А железнодорожный мост В 19-м году Строительство ведется С привлечением Более 2000 рабочих Одновременно Итак Следующий вопрос Итак Вопрос номер 14 Так Уже посложнее На снимке Один из крупнейших городов На юге Российской Федерации Административный центр Федерального округа И области Основан по граммам Темперантрицы Елизаветы Петровны В 1749 году Есть варианты? Пожалуйста Ростов-на-Дону Совершенно верно Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону Часто называют Ворота Северного Кавказа А еще мы знаем Распространенное выражение Ростов-папа И пожалуйста Следующий вопрос 15-й Ну здесь тоже на скорость Ребят На снимке Один из городов-героев Великой Отечественной войны Пожалуйста Абсолютно верно Действительно Мамаев Куртган Один из списка Семи чудес России По преданию Это место считалось Темником Золотой Орды Мамая Во время Великой Отечественной войны Здесь проходила Кровопролитная Помните Да Стоит Это же 5-дневная Сталинградская битва Следующий вопрос Итак, 16-й вопрос На снимке Один из городов Урала Центр субъекта Есть? Нет, нет, нет Еще варианты? Нет, нет, нет Подумайте Еще варианты? Нет Нет Оренбург Совершенно верно Это Оренбург Покажите нам, пожалуйста, карту Это Оренбург И вот правильный ответ Еще раз, пожалуйста Ага Оренбург Совершенно верно Но При всем при том Там существует Определенная проблема С питьевой водой И последний 17-й вопрос 17-го апреля Вы что, улавливаете Нашу? На снимке Город на юге Западной Сибири России Город очень молод Ему всего 85 лет Есть версия, ребят Родился он Мелким селом Урала В 1824 году А уже в 1928 Стал городом Айрот-Тура Что переводится С алтайского Намекаю вам алтайского Первый ряд, пожалуйста Близко Современное название В 48-м году Единственный город в республике Только что космонавты Рассказывали про него Железной дороги В столице республики нет Но ближайшие же До станции Которые находятся В Бийске 100 километров Ну что ж Вот мы прошли с вами Все 17 вопросов Итак Давайте подведем итоги Мы просим вас Поднять Ваши Замечательные Космические корабли Чтобы наши помощницы Могли посчитать У кого их больше всего Кто же первый отличник Так Я вижу у кого-то 4 Так 4 3 Пожалуйста Кто лучший отличник Кажется 4 Да Их двое Их двое Ну что ж В таком случае Да Но мы рассчитывали Что у нас будет Только один победитель Да В таком случае Мы наверное Разделим ваш приз пополам Значит Мы вас просим Сказать несколько слов О себе Пожалуйста Девочки Дайте микрофон Это приз Рассказать о себе? Нет Наших уважаемых Отличников Меня зовут Эльнор Я являюсь Студентом КФУ и УФ На направлении Картография Замечательно Спасибо Спасибо И наш второй победитель Здравствуйте Меня зовут Эдуард Я учусь Технической физики В инженерном институте Сюда пришел Как слушатель Малой академии Государственного управления Со своими коллегами Хочу сказать Большое спасибо За предоставленную возможность Замечательное мероприятие Она всегда останется В моей памяти Спасибо Замечательно И мы подготовили Вот такой приз Для нашего лучшего отличника Ну теперь Наверное Вы получите Да Есть два варианта Его разрезать Наверное вы получите половинку Как ленточку ту Да Парадную И каждому отдать на память По кусочку ленточки Я думаю Что да Мы разделим его По честному Пополам И каждый получит Половину Вот этого Этой замечательной Медали Можно контрольный выстрел Контрольный вопрос Никакой не заготовлен у вас Ну вот нет Как-то мы не предусмотрели Мы рассчитывали Что знания будут Очень хорошие Но все-таки Не настолько Что они будут Такие хорошие Ну тогда давайте Так Вот Так Попробуйте Контрольный Все-таки Есть Есть Ленточку все равно Резать будем А контрольный Давайте Ну тогда Пожалуй Вопрос На географическую Тематику Кто из вас Лучше справится Если вы помните Лет пять назад Было извержение Вулкана И Я выговорил Было достаточно Крупное извержение И закрылись Аэропорты По большей части Земного шара В северном полушарии Вот скажите Пожалуйста На каком из континентов Первом Закрылись Аэропорты Есть Северная Америка И есть Европа Северная Америка Поближе Находят В Европе В Европе Я тоже считаю Что в Европе Потому что Извержение вулканов Ну вулканический пепел Извержение вулканов Туда занесены Ветром Мы прям в тупике От эрудитов Что с ними делать Непонятно Когда их становится Так много Значит первое Предлагаю Бурные аплодисменты Победителям Второе Сейчас Ну вот Как там Ну все таки Вам придется делать Вторую награду Берите координаты И вторую награду Надо отправлять герою тоже Потому что Что резать Это все таки Не рубль Чтобы его резать Это награда Она должна быть Честно У каждого Каждый из победителей Наши с вами В общем коллеги Из Казанского федерального университета Сейчас координатами Обменяемся И кто-то из вас Получит В догонку Да Награду А кто-то сейчас А бурные аплодисменты Вы получаете моментально Иначе мы с вами Баттл будем просто устраивать Пока кого-нибудь Не добьем силой Так Давайте торжественно Вручайте И мы будем Тихонечко Я думаю Что наш уважаемый студент Получит как раз позже Потому что мы с ним Видимся на кафедре Каждый день Вот А наш победитель Внешний Наверное Вот мы сейчас Вручим именно вам Эту награду Пожалуйста А где аплодисменты Ну и Раз уже сами признались Что наш студент Наша кафедра Зачет как-то пообещайте Сразу Побыстрее Это будет хорошее Приложение К награде Материальный Что называется Стимул Я благодарю всех Кто участвовал Сегодня в этом удивительном Видеопроекте Я надеюсь Они будут продолжаться При помощи При поддержке Наших замечательных коллег Энтузиастов Профессионалов Энтузиастов Потому что это стоит Огромных сил Огромного здоровья Вот Соединить Несоединимое Начинают космос И заканчивая Любой точкой мира Это очень сложно Поверьте Сегодня у нас Это получилось Спасибо всем Еще раз Ваши аплодисменты И до новых встреч АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин